Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь сегодня я весной в замечательном месте на природе. Я решил записать это видео в весеннем лесу, потому что хотел поговорить о символах и знаках последних дней. И хотел сравнить их, конечно же, с весной. Откуда мы знаем, что сейчас весна? Откуда мы знаем, что придет лето? Потому что это всегда происходило. Оглядываясь назад на наш опыт, на предыдущие года, мы знаем, что когда тает снег... Кстати, снег сейчас вот такой рыхлый, белый снег. Поют птички, температура увеличивается, начинает травка потихонечку проклевываться. И мы знаем, что это символы, это знаки того, что пришла весна и что после весны всегда будет лето. Также с последними днями. Мы знаем, что мы живем в последние дни, потому что об этом нам говорят Священные Писания, говорят живущие пророки. И эти дни, они особенные, потому что они полны символов и знаков. Знаков конца и ускорения работы Бога и приближения Второго Пришествия. Это время, время ожидания. Для нечестивых это, конечно, время такое горестное будет. А для людей верующих наоборот. И так как мы люди верующие, мы должны с вами не бояться того, что будет, но наоборот ждать это с нетерпением и наблюдать за определенными знаками, которые нас окружают. И так, сегодня я хотел бы поговорить не обо всех знаках второго, которые предшествуют Второму Пришествию, но о некоторых знаках, которые, как вот весну, когда весна приходит, есть определенные знаки. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на одном из них. Это знак того, что в последние дни нас будут окружать тайные заговорные шайки. На эти мысли меня подтолкнул сериал, который мы с женой смотрели недавно. «Слово пацана». Я думаю, что многие из вас смотрели. Очень известный сериал, сейчас очень популярный. Те из вас, кто не смотрел, я небольшой спойлер, расскажу вам, о чем он. Где-то в 70-80-х годах в Советском Союзе начали появляться молодежные банды. Ну, причем не только молодежные, да, то есть они начинались от маленьких мальчиков, и так постепенно юноши, подростки и уже взрослые мужчины. Эти банды занимались грабежом, разбойством, также разного рода насилием и, конечно же, убийствами. Да, то есть в этом сериале показано самое низшее звено вот этих банд, да, то есть самые маленькие дети. Может показаться, конечно, что этот сериал вначале, как бы, романтизирует эти события и такой образ жизни, но затем в конце, как бы, мы видим, что их всех ждет конец достаточно печальный, то есть кого-то убили, кого-то посадили, в основном всех, да, практически. В реальной же жизни, если мы изучим историю этих банд, да, то мы увидим, что они не просто не были уничтожены, да, они распространились по всей стране, да, то есть зародились они где-то в Татарстане, и затем потихонечку они начали распространяться по всему Советскому Союзу. Я вот с супругой своей говорил об этом, и она интересную такую мысль мне донесла, что на самом деле такой ответ, что людей на общество, да, в котором они жили. Мы знаем, что Советский Союз, он лишал многих людей свободы, а люди хотели свободу. И вот в этом сериале, да, главный герой, мальчик такой примерный, который занимается музыкой, и воспитанный, начитанный, интересный мальчик. И, честно говоря, сразу с ним, когда знакомимся в этом сериале, сразу, ну, только хорошее чувство. Хочется, чтобы наши дети были похожими на таких ребят. Благородный такой, да. Но при этом у него, естественно, были порывы, он хотел свободы, да, он хотел принадлежать какой-то группе единомышленников, да, и примкнул как бы не к той группе. И знаем, что вот в 90-е годы, это мое детство, да, эти группы продолжали существовать еще, и многие ребята присоединялись к этим группам, и кого-то уже нет в живых, да. Исторически, если мы будем смотреть на то, что происходило дальше с этими группами, то многие из них, на самом деле, пришли во власть. Пришли во власть и там и остались. То есть сейчас до сих пор, потому что это единственное их желание получить наживу и власть, да. И где еще, как не на самой верхушке, можно эту власть и огромное количество наживы получить. Поэтому, конечно же, они стремятся, в конце концов, на самый верх пищевой цепочки. Но я не хотел бы говорить, как бы, о политике, потому что это, как бы, все туда неминуемо приведет. Хотел бы поговорить о принципах, да, которые затрагиваются в священных писаниях. Вот у нас есть книга Мормона. Книга Мормона — это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Книга, которая пришла к нам благодаря живому пророку, живущему пророку, которого избрал Небесный Отец в последние дни, в наши с вами дни, да. И это еще один знак, да, того, что это последние дни, что у нас есть живущий пророк, у нас пришло новое священное писание, и Евангелие восстановлено, да. И получается, в книге Мормона возвращается знание о заветах, которые Небесный Отец заключает со своими детьми, заключал на протяжении всей истории человечества и будет заключать, да. Там также содержится полнота Евангелия. Но что еще там содержится? Это история нескольких падших цивилизаций и причины их падения. То есть сейчас вот, если мы посмотрим на археологические раскопки, они проводятся по всему лицу Земли и находят интересные, огромные города, которые стояли и были когда-то, видимо, очень влиятельными, да. То есть такие знаки, символы того, что существовали цивилизации задолго до римских империй, монгольских всяких там нашествий и так далее, за многие тысячи лет до того, как все это нам стало известно. Есть такие империи, о которых нам ничего не известно, кроме вот этих вот развалин. Но эти развалины свидетельствуют нам о том, что все же была цивилизация, и она была очень развитая. Так вот, книга Мормона расскажет нам, что именно происходило с этими цивилизациями и почему они были уничтожены. В этом плане книга Мормона — это уникальная книга, которая помогает нам понять, что происходит с нами сейчас. Это прообраз того, что будет с нами. То есть то, что было с ними, прообраз того, что будет с нами в последние дни. Книга Мормона была написана для наших дней. Те люди, которые ее писали, они не давали эти знания своим ближним, которые жили рядом с ними в то время. Эти слова были записаны для нас с вами, для того, чтобы они пришли в полноту времени, в последние дни, для того, чтобы указать нам, что будет происходить в последние дни, чтобы мы могли подготовиться. Итак, давайте разберемся, что это за такие тайные шайки заговорные, и почему они так мне напомнили вот эти вот банды в этом сериале. Если мы с вами откроем 2 Нефий, 26 главу, 22 по 23 стихи, тут написано, «И существуют также тайные союзы, совсем как в древние времена, подобно союзам дьявола, ибо он — основатель всего этого». Здесь нет никаких сомнений, что основатель тайных союзов, всяких заговорных шаек и банд — это дьявол. Ибо он — основатель всего этого, да, основатель убийства и дел тьмы. Да, он тянет их за шею льняной веревкой, пока не связывает он их своими крепкими веревками навеки. Начиналось все там достаточно безобидно, да, то есть ребята хотели какой-то свободы, хотели заработать денег, да, но при этом, в конце концов, все равно ведется к тому, что эти дела — это дела тьмы, дела убийства, разбоев, насилия и так далее. И интересно, что сатана, он льняной веревкой ведет людей за шею. И может показаться, что льняная веревка — ну, это что-то не такое серьезное, да, то есть если тебя вдруг привяжут, привяжут тебе льняную веревку, ты, в принципе, достаточно легко можешь ее порвать. Но проблема в том, что из-за того, что нам кажется, что это ничего страшного, ничего серьезного, из-за этого как раз-таки дальше уже идут цепи, цепи, которыми сатана нас связывает. Дальше читаем. «Ибо вот, возлюбленные братья мои, я говорю вам, что Господь не творит деяний в темноте». Тоже очень важный такой момент. Сатана, он всегда пытается скрыть, то, что он делает, он пытается закамуфлировать. Вот я сегодня в таком камуфляжном наряде, чтобы слиться с окружающей природой, и легко могу здесь потеряться, чтобы никто меня здесь не заметил, делая свои дела в темноте. Нет, не делая в темноте. Вот там люди гуляют, в принципе, могут меня увидеть, ничего я не скрываю, наоборот, хочу поделиться этим посланием с другими людьми. Но суть, как бы это шутки-шутки, но суть в том, что Бог, он не делает свои дела в темноте, он делает свои дела при свете дня. И недаром говорится, что Святой Дух — это свет, Иисус Христос — это свет, а все дела дьявола — это тьма. Следующий момент. Геломан, 6 глава. В 26 стихе мы читаем. «И ныне вот эти тайные клятвы и заветы дошли до Годиантона не из летописей, врученных геломанам, но вот они были вложены в сердце Годиантона тем самым существом, которое соблазнило наших первых родителей вкусить от запретного плода». И все эти дела, дела тьмы, они очень древние. И начиная от самого Адама и Евы, Сатана пытается создать вот этот союз тайный, чтобы никто не узнал о твоих плохих делах. Он всегда говорит, что никто не узнает, только вот давай мы с тобой заключим такой договор, ты будешь мне служить, и никто об этом не узнает, что ты сделаешь какие-то дела. Но мы знаем, что все тайное становится рано или поздно явным. Мои родители всегда мне говорили, что от небесного отца ничего не скроешь, все тайное рано или поздно станет явным. И это правда на самом деле, потому что как только в темной комнате включаешь свет, то все сразу становится видно. То есть что бы ты там ни делал, в этой темной комнате, как бы ты не пытался все это скрыть, как только включается свет, сразу все становится видно. Поэтому чему мы можем здесь научиться? Очень важно, чтобы в нашей жизни был свет, свет Иисуса Христа, чтобы в нашей жизни был Святой Дух, чтобы мы могли видеть вещи, как они есть на самом деле, чтобы мы не ходили во тьме, но мы ходили при свете, чтобы мы видели, что вокруг нас организовываются какие-то вот эти тайные заговорные шайки, чтобы мы в них не участвовали, чтобы мы не становились частью их. Потому что интересно, когда я ходил на семинарию на утреннюю, у нас мы изучали Священное Писание, и было забавно, что один из стихов, который нам нужно было выучить, это 1 Нефий 3.7. Я пойду и сделаю то, что заповедовал Господь. Но кто-то пошутил так и сказал, что давайте выучим 3 Нефий 3.7. Или как-то, ну, как-то с этим связанная шутка, да, то есть 1 Нефий 3.7 или 3 Нефий 3.7. Давайте почитаем, что здесь написано, 3 Нефий 3.7. Или иными словами, сдайтесь нам и объединяйтесь с нами, и познакомьтесь с нашими тайными делами, и станьте нашими братьями, дабы вы могли быть подобны нам, не нашими рабами, но нашими братьями и совладельцами всего нашего состояния. То есть здесь этот предводитель шайки Годи Антона, двух тайных заговорных шайок, говорит, приглашает их к себе, станьте вот частью нашей тайной организации, да, и получите все привилегии этой организации, наши тайные дела, нашими братьями будете. Это, кстати, в этом фильме, сериале, там как раз ребята эти молодые, да, они становились частью организации, когда они вступали в эту организацию, да, у них были тайные какие-то слова, тайные клятвы какие-то, да, чтобы они могли отличать друг друга от других парней, потому что там были разные другие банды, да, и они все между собой враждовали, и также, чтобы они отличались друг от друга. Так вот, тут как раз-таки предлагаются, давайте вставайте, вступайте в наши ряды, и будете не нашими рабами, но нашими братьями, совладельцами всего нашего состояния. Самая главная задача этих всех тайных шаек – разбой, воровство, убийство и власть, да. То есть, если вы видите, что организации, которые вокруг вас, они стремятся к этому, если они не стремятся служить ближнему, или если они скрываются под этими добродетелями, но при этом истинное их желание – это завладеть как можно большим количеством ресурсов и властью, да, то мы знаем, кто стоит у истоков всего этого. Поэтому для меня, ну, как я знаю, что Церковь Иисуса Христа в последние дни – истина. Одна из истинных таких вещей, которые говорят мне о том, что Церковь Истина – это то, что люди, наш руководитель, не получают деньги за свое служение, да. Епископы, руководители всех мастей не получают деньги за свое служение. Мы даже наоборот платим десятину, да, за то, что мы служим. И это очень важный показатель, потому что везде, где присутствуют деньги, везде присутствует какое-то соревнование, соревновательность, и люди хотят власти. Чем больше власти, тем больше денег, да, и они стремятся к тому, чтобы обмануть и так далее. То есть наши внутренние вот эти человеческие качества падшего человека, они выступают наружу, да, и начинается вот эта борьба, борьба за ресурсы. Но в истинной Церкви Иисуса Христа люди трудятся своими руками и служат бескорыстно. Бескорыстно людям служат. Вот для меня это одно из, одно из их много признаков истинности Церкви. И истинности любой организации, да, любая организация, которая стремится служить людям, мы знаем, что ее основатель, скорее всего, Небесный Отец, потому что он вдохновляет людей творить добро. Поэтому вот этих ребят, да, у них всегда был выбор, у этого главного героя всегда был выбор уйти, да, то есть он довел свою мать до такого состояния сумасшествия своими поступками. И он всегда, всегда в определенный момент мог остановиться и уйти из этого, да. И также у нас есть, всегда есть свобода выбора, у нас всегда есть возможность принять правильное решение. и не соединяться ни с какими такими организациями, да, которые стремятся грабить, грабить людей направо-налево и насиловать, уничтожать, обижать и так далее. Дальше здесь написано, и также это то самое существо, которое вложило в сердца народа построить башню достаточно высокую, чтобы они смогли достичь неба. И это было то самое существо, которое соблазняло людей, пришедших от той башни в эту землю, которое распространяло дела тьмы и мерзости по всему лицу этой земли, пока не низвело оно народ к полному истреблению и к вечному аду. Вот видите, здесь рассказывается в 28-м стихе Геломан, 6-я глава, что привело народ к уничтожению. Не одну нацию, а целое огромное количество наций привело к уничтожению. Эти тайные заговорные шайки. Потому что они здесь рассказывают, что помимо дела тьмы в 30-м стихе, и вот именно он источник всякого греха. Конечно же, везде, где дела тьмы, там есть грех. Мы знаем, что грех он неминуемо ведет к уничтожению. Он, по сути, настроен на то, чтобы уничтожить нас. То есть сатана делает то, что он всегда хотел. Лишить нашей свободы воли и сделать нас такими же несчастными, как и он сам. Если Небесный Отец говорит, это работа моя и слава моя осуществить бессмертие, жизнь вечного человека, то работа сатаны, она противоположна этому. Осуществить вечные мучения и смерть, в конце концов, духовную смерть для нас. И вот именно он источник всякого греха. И вот он продолжает свои дела тьмы и тайного убийства и передает их заговоры, их клятвы, их заветы, их планы ужасного нечестия из поколения в поколение по мере того, как ему удается овладевать сердцами детей человеческих. То есть потихонечку, потихонечку, льняной веревкой овладевает сердца, сердцами людей и ведет их к смерти. Это, конечно, очень печально. Но давайте не будем унывать, потому что Небесный Отец дал нам эти священные писания, дал нам книгу Мормона, он дал нам историю уничтожения нескольких цивилизаций серьезных, да, и показал нам, каким образом они пали. То есть мы сейчас, живя в современном мире, можем замечать определенные вещи, которые происходят в мире. И когда мы изучаем священное писание, когда мы изучаем книгу Мормона, мы можем видеть книгу Мормона как шаблон, да, и мы накладываем этот шаблон на нашу жизнь, мы видим, что происходит вокруг, и мы понимаем, почему это происходит. И мы радуемся тому, что приближается время пришествия Иисуса Христа. Мы не радуемся нечестью, да, но мы радуемся тому, что Иисус Христос скоро придет. Как вот весна сейчас, да, и я стою здесь в этом замечательном лесу и вижу признаки весны. Все признаки весны. Снег практически растаял, птички поют, солнце светит, намного теплее становится. Даже вот варежки можно не носить. Это все признаки того, что грядет лето, и оно неминуемо придет. Так же и второе пришествие, оно неминуемо придет. Придет Иисус Христос и будет править на земле. Все, что сейчас происходит, это все происходит по плану с дозволения Небесного Отца. И вместо того, чтобы расстраиваться и говорить, что все ужасно, да, и соединяться с этими заговорными шайками, давайте наоборот, зная, как все это работает, и зная, кто в конце концов победит, выбирать правильную сторону. Да, то есть нам очень важно сейчас сделать правильный выбор, и оказаться на стороне Небесного Отца. И я знаю, что Он победит. Я знаю, потому что кто-то думает, что идет какая-то война, и что у Сатаны есть какие-то шансы. У Сатаны нет никаких шансов. Все уже прописано, война уже в любом случае будет выиграна, потому что Христос, Он победил. Он победил смерть, Он победил грех, да, и все, что от нас требуется, да, это принять Его искупление и дать Ему возможность воздействовать на нас, чтобы изменить нас изнутри. Мы можем становиться более похожими на Иисуса Христа, если мы принимаем Его искупление, если мы позволяем Богу восторжествовать в нашей жизни, как говорил наш живущий пророк. Я бы еще хотел с вами поделиться одним стихом из Священных Писаний, один из моих любимых стихов. Здесь говорится о современном пророке. Почему Бог призвал пророка? Первый раздел Ченезавета, 17 стих. «А потому я, Господь, зная бедствие, которое постигнет жителей земли, призвал слугу моего Джосефа Смита младшего и говорил ему с небес и дал ему заповеди». Бог знает, что нас всех ждет, все идет по плану, поэтому он призвал пророка, как он это делал всегда. У нас сейчас есть живущий пророк Рассел Нельсон. Джосеф Смит восстановил истинную церковь, восстановил Евангелие, полноту Евангелия. И сейчас у нас есть возможность изучать все это и готовиться к второму пришествию. Не бояться того, что происходит, но и не игнорировать это. Видеть все, что происходит вокруг нас и видеть эти символы, знаки того, что приближается второе пришествие, что чтобы это не было для нас депрессивным, депрессивной новостью, но чтобы это было для нас радостной новостью, чтобы мы готовились к его пришествию, чтобы мы, как вот вы приглашаете гостей домой, да, и вы убираете дом, вы наводите порядок, вы приводите себя в порядок, готовите еду, и для вас это радостное событие, чем если, когда к вам кто-то приходит без приглашения, да, и начинает устраивать свои порядки внутри, то, конечно, вам это неприятно, но так и будет, когда придет Иисус Христос, те люди, которые готовы его принять, они, их дом будет в порядке, их жизнь будет в порядке, они приведут свою жизнь в порядок, потому что, когда он придет, если у нас не будет в жизни порядок, то тогда он сам наведет этот порядок уже силой, да, как иногда мы, как родители, выступаем со своими детьми и говорим, наводи порядок, они не наводят, тогда нам приходится их заставлять, либо наводить самим. Спасибо вам огромное, что присоединились сегодня ко мне, поговорили сегодня немножечко с вами о последних днях и о тайных заговорных шайках, они везде, повсюду, но это не должно нас устрашать, должно нас отрезвить и сказать нам, что да, второе пришествие, оно скоро, и нам ни в коем случае не нужно с ними связываться, нам нужно держаться от них подальше. Если мы будем жить по Евангелию, если мы будем соблюдать заповеди и жить согласно заветам, которые мы заключаем с Небесным Отцом, то он нам покажет, да, он включит свет в нашей жизни, мы увидим вещи такие, какие они есть на самом деле. Спасибо вам, что вы были сегодня со мной и увидимся в следующий раз. Пока-пока.